О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг! Александр Сергеевич Пушкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу, быть может вы уже догадали, что это за проблема, о так называемом Бермудском треугольнике. Почему-то этот вопрос привлекает очень многих, и, пожалуй, мало таких проблем, по которым наша передача «Клубки на путешествии» получала такое большое количество вопросов, как этот. Мы постараемся разобрать этот вопрос с научной точки зрения, и многим кажется, что наша передача, очевидная, невероятная, должно именно специально заниматься такими невероятными вещами. А мне бы хотелось на нее посмотреть глазами науки, глазами ученых, и таким путем понять, что же все-таки кроется за всеми теми необычными событиями, которые там происходят. И, быть может, прежде чем начать такой разговор, давайте вспомним некоторые факты, которые связаны с этим районом. Район Бермудского треугольника образуется при условном соединении трех точек в Атлантическом океане. Бермудских островов, южной оконечности полуострова Флориды и острова Пуэрто-Рико. Бермудские острова, которые дали название треугольнику, были открыты испанцам-бермудесам в начале XVI века. Они состоят из 360 небольших коралловых островов и рифов общей площадью в 49 квадратных километров. Из островов обитаемо только 20. Мягкий океанический климат и живописная природа ежегодно привлекают на острова большое количество туристов. Это административный центр, город Гамильтон. Большая часть Дьявольского треугольника — знаменитое Саргассово море, известно еще как море потерянных кораблей, море страха. Наибольшее число необъяснимых кораблекрушений приходится именно на это море. Оно решило в свое время судьбу и самого большого семимачтового американского судна. Именно здесь, чаще, чем где бы то ни было, встречались летучие голландцы, корабли-призраки. Страхи, легенды обрастали новыми невероятными подробностями. Суда исчезали мгновенно, словно вдруг растворялись в море. Иногда удавалось обнаружить остатки, но обстоятельства причины гибели оставались загадочными. Несчастные случаи, происходившие в разные времена, сопровождались человеческими жертвами. Так выглядел корабль «Циклоп» водоизмещением в 19 тысяч тонн, пропавший без вести в 1918 году. Это еще один «Циклоп». Увы, его судьба оказалась столь же печальна. Это американский фрактор. Исчез в 1955 году, южнее Флориды. В 1963 году бесследно пропадает 125-метровое грузовое судно «Рудовоз» «Мария Салфер Квин» с командой. Воздушные происшествия в этом же районе. 5 декабря 1945 года с авиационной базы во Флориде стартовало пять американских бомбардировщиков типа ТБМ-3 «Авенджер». Все они исчезли бесследно. Не вернулся также и шестой, посланный на поиски гидросамолет с экипажем в 13 человек. И снова катастрофа «Авенджер», но не бесследная. Двухмоторный самолет С-119 погиб в июле 1965 года. Реактивный самолет КС-135 «Страта-танкер» погиб в августе 1963 года. И так бесследно причины неизвестны. Зловещий Бермудский треугольник? Только ли он? Сколько жертв моря относили на его счет совершенно напрасно? Американский линкор «Нью-Джерси». Его нашли искалеченным на дне моря в совершенно другом месте, в так называемом шестиугольнике Хаттерса, расположенном севернее Бермудского треугольника. На счету этого района 687 погребенных кораблей. Американская подводная лодка «Скорпион». Команда 99 человек. 1968 год. Считалась исчезнувшей в Бермудском треугольнике. Найдена в районе Азорских островов. Старанием библиотекарь Медвенского университета Лоренца Куши, собравшим многие документальные свидетельства, получили объяснение целый ряд бермудских тайн. Вышеназванный корабль «Циклоп» два года назад был обнаружен на глубине 40 метров у порта Норфолк близ Бастона и далеко от Бермуд, где более полувека значилось место его гибели. Остатки названного нами грузового судна «Мэри Сауфер Квин», а также документы, позволили выяснить причину его гибели. Конструкция корабля была ослаблена тем, что из девяти его переборок восемь было снято, чтобы распределить танки с расплавленной серой. В шторм, по-видимому, корабль просто раскололся и затонул. Куши нашел объяснение еще целого ряда историй, однако дух таинственности продолжает витать над этим районом Атлантического океана. Ну что же, действительно, все материалы, которые есть по этому району, нам не стоит час перебирать. Я думаю, это достаточно для начала разговора. И для этого разговора мы сегодня пригласили в студию кандидата технических наук Владимир Георгиевич Ажа-Жа. С Владимиром Георгиевичем мы знакомы довольно давно, почти 20 или 18 лет тому назад, когда вы были капитаном подводной лодки, исследовательской подводной лодки северянка. Я занимался подводным спортом и подводным исследованием, и тогда, по-моему, впервые с вами встретились. С тех пор прошло много времени, и вот мы сегодня решили с вами поговорить. Дело в том, что Владимир Георгиевич в девятом номере науки и жизни в нашем хорошо известном научно-популярном журнале написал статью о летучем голландстве, голландстве, Дьявольском море и Бермудском треугольнике, где он обсуждает эти проблемы как ответы на вопросы читателей. И мне хотелось бы, может, взять эту статью, которую многие из вас, наверное, читали, за основу нашего сегодняшнего разговора. Это будет... Сегодня я обнимешь, а некие факты там перечислены. Вот, Владимир Георгиевич, как вот вы смотрите на всю эту проблему? Вы изложили в начале разные факты, которые связаны с этим районом. И как вот вы так в двух словах относитесь к тем фактам, с которых вы начали это дело? Я бы хотел начать сначала с фрактов, потом перейти к географии и объяснением того, что там все-таки возникает. Сергей Петрович, меня эта проблема заинтересовала как профессионального моряка. Причем, в начале я познакомился со статистикой. Ну, известно, что под влиянием грозных сил стихии техника выходит из строя, гибнет. Мы знаем, что ежегодно гибнет от 300 до 400 судов в морях и океанах. Всего мира? Всего мира, да. Ну, имеется в виду крупнотоннажные суда, скажем, от 300 тонн и выше. В страховом обществе Ллойда в Англии ведется красная книга, мрачная книга. Книга кораблей, исчезавших без следа или при загадочных обстоятельствах. Это страховое общество, он должен следить за тем, куда уходят их деньги, так сказать. Несомненно. Несомненно. У Ллойда зафиксировано с 1900 года по 1964 год 1200 судов пропавших без вести. Цифра внушительная. А сколько кораблей всего плавает по морям и океанам? Сейчас по морям и океанам плавает около 60 тысяч кораблей. Причем, мне хотелось бы показать вам схему насыщенности, скажем, северной части Атлантического океана судами. И мы видим, что на район так называемого Бермудского треугольника приходится их достаточное число. Это оживленный перекресток, если можно так выразиться, Атлантического океана. Правильно, корабли, идущие из Мексики, из Мексиканского залива, из Южных морей, из районов Карибского моря, к побережью Америки, все проходят через эту область. Да. Кроме этого, это курортный район, и там очень много самодеятельности такой, так сказать, выходит под малотоннажных судах, под мотором, под парусами. В общем, этот район кишит судами, судоходством. Ну, и все-таки статистика говорит о том, что на этот район приходится наибольшее число печально известных случаев исчезновения судов. Внимание к себе Бермудский треугольник привлек, особенно в 1945 году, вот, в связи с этой нашумевшей историей, по поводу исчезнувших пяти военных самолетов военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, вот, сравнительно недалеко для нашего сегодняшнего, так сказать, понятия, удалились от берега и не вернулись, вот, исчезнув, вот, в Бермудском треугольнике. После этого стали фиксировать случаи, происходящие именно в Бермудском треугольнике, и за последние 30 лет, по американским данным, в этом районе бесследно пропало около 100 судов и самолетов, и погибло более тысяч летчиков, моряков, и пассажиров. Да, мы уже говорили об этой печальной статистике, но вот этот самый случай с самолетами, мы его разбирали недавно в разговоре с нашим очень выдающимся летчиком, героем Советского Союза, доктором технических наук, один из наших образовывающих летчиков-испытателей, заслуженный летчик-испытатель Советского Союза, Марком Галаем. И как раз с ним был интересный разговор о, я бы сказал, психологии, поведении людей в таких экстремальных условиях, тогда, когда они сталкиваются с неожиданными обстоятельствами. И мы с ним довольно внимательно по тем данным, которые сейчас опубликованы, много данных, разбирали вот эту аварию, произошедшую в 45-м году с пятью самолетами. Обстановка была следующей. На этой схеме показан опять конец Флориды, полуострова Флориды. Вот здесь расположена та военно-морская база, с которой эти самолеты стартовали. Какого типа эти самолеты были, мой парень? Это самолет Avenger, это трехместный одномоторный торпедоносец, самолет колесный, приспособленный для того, чтобы взлетать и садиться либо на палубу авианосца, либо на нормальный береговой аэродром. Вот самолет такого сравнительно легкого типа. Ясно. Ну вот это звено самолета вылетело отсюда, оно должно было совершить такой учебно-тренировочный полет по такому маршруту общей протяженностью около 300 миль. Но рейс этот завершен не был, начинался он во второй половине дня около двух часов, как я сказал, 5 декабря. 3.45 последовало сообщение от командира звена Тана Тейлора, который передал, что по его соображениям они находятся вот в этой точке на юге Флоридского полуострова, ориентируясь вот на эти острова. На самом деле в этот момент они находились по-видимому вот в этой точке, где они и должны были находиться. Связь в этом случае осуществлялась через другой самолет, который в это время патрулировал над Гваридом. Да, потому что было плохое прохождение радиоволн, поэтому наземные базы видимо их слышали недостаточно четко и вот этот самолет, который там случайно летал, он сыграл роль ретранслятора, просто помог. Это бывает в таких случаях слушали. Кстати, свидетельствует о том, что нет какого-то полного непрохождения радиоволн. Радиосвязь затруднена была в данном случае, вот он помог. Так что в общем так или иначе связь была. Вот Тейлор 5.15 передает, что он очень слабо слышит их сигналы и они летят курсом 270 градусов. То есть на запад. То есть на запад. Мными словами он находился здесь и он хотел лететь в эту сторону. И с этого момента у них начались крупные неприятности, потому что последовала резкая перемена курсов через некоторое время, которая свидетельствовала о том, что они потеряли ориентировку в воздухе. Да, потеряли уверенность в ориентировке. Да. Вот как это может произойти фактически, как вы себе представляете такую ситуацию? Ну, вы знаете, для того, чтобы, как вы сказали, проанализировать такой случай, для этого очень нужен не один специалист, а, наверное, добрый десяток специалистов, потому что тут, как вы правильно уже говорили, обычно какая-то совокупность многих причин срабатывает и тут трудно ожидать, чтобы, ну, можно было бы выдать какое-то вот одно единственное объяснение. Но вот из тех материалов, которые есть, ясно что? Во-первых, ясно, что они беспорядочно и часто меняли курсы. Это свидетельство о том, что они потеряли не только ориентировку, а потеряли уверенность в себе, потеряли уверенность в том, что они, ну, действуют правильно и правильно оценивают свое положение в пространстве. Ну, были у них просто такие странные, ну, что ли, действия. Например, несмотря на то, что им была дана команда лететь на запад курсом 270 градусов, да, это значит, что из этой точки где они фактически находились, я покажу, чтобы было пояснено, вот здесь вот, курсы 270 градусов они летели прямо на запад, и они бы наткнулись на Флориду. обязательно на побережье Флориды, но они утеряли уверенность в этом, они пролетев какое-то, ну, как следует из радиосообщений, пролетев какое-то время курсом на запад, переломили курс и пошли курсом 30, это на северо-восток, то есть они фактически находятся здесь, они хотели лететь вот так вот сюда, а находились здесь, уходили в океан, ну, а там это непосредственно следует из всего радио разговора, ну, кроме того, от них было сообщение, что у них отказали на ведущем самолете оба компаса, ну, не говоря уж о том, что на других самолетах компаса, видимо, должны были быть исправны, и вообще отказ двух компасов, это вещь чрезвычайно маловероятная, но для того, чтобы лететь на запад с какой-то приемлемой для данного случая точностью, совершенно необязательно было даже пользоваться компасом, можно было, зная время суток, и положение солнца на небе просто какой-то близкий к этому курсу курс взятия. Вот, кстати, это было им передано, и было сказано, что держитесь и летите прямо на солнце, солнце в этот момент садился, и они бы точно вышли на побережье. Ну, так что, тут есть, мне кажется, можно указать на целый ряд вот таких обстоятельств, ну, каждого из которых было бы вполне достаточно, чтобы заблудиться и оказаться посреди океана вместо того, чтобы вернуться на свою базу, причем без малейшего участия какой-нибудь чертовщины, там, или нечистой силы в этом деле. То есть, они попросту заблудились? Попросту они заблудились. Причем, случаи довольно классические, включая вот беспорядочные перемены курса, вот все приметы потери ориентировки и потери уверенности в своих действиях. И приборы здесь особенно винить не в чем. Ну, знаете, мы не знаем всех обстоятельств, обстоятельств, да, но из того, я бы сказал так, что независимо от того, исправны были или неисправны приборы, того, что здесь в материалах содержится, кроме приборов и независимо от них, вполне достаточно для того, чтобы заблудиться в океане. Сергей Петрович, я позволю себе выдвинуть некоторые возражения. Давайте. Совершенно недавно один из сотрудников Института земного магнетизма познакомил меня с интересной магнитограммой и данными, которые показывают, что именно 5 декабря 1945 года, когда произошло это печальное событие, на Солнце зафиксирована гигантская хромосферная вспышка протуберанец. Да. То есть была, значит, вот солнечная буря, какая-то активность. Вот. И ежели, ежели это так, то явление возмущения магнитного поля Земли, естественно, вызывает и радиопомехи, вызывает, выводит из строя курса указателей магнитные компасы, может влиять на гироскопические компасы, которые работают на электрической схеме. Ну, просто-напросто путем наведения атмосферного электричества, так сказать, которое приходит в возмущение при магнитных бурях. Вот. Откровенно говоря, эти возмущения при магнитных бурях настолько малы, что, я думаю, хорошо заэкранированные приборы на самолетах не могут этого никак почувствовать. Сергей Петрович, речь идет о 1945 годе, когда на самолетах не было даже элементарных радиолокаторов. локаторов не было, но бортовая аппаратура была сделана надежно. Гораздо более страшной помехой для самолетной всякой радиотехники являются не такие вот токи, о которых вы говорите, а атмосферные разряды и электричество, которое накапливается на самолете при полете. Да, но это другой вопрос. Так это разные вещи. Ну, хорошо. Да, и мы его разберем. Вот. А дело в том, у нас на самолетах того типа, Avenger, там стояли магнитные компасы, такие же, какие употреблялись на американских торпедных категорах. То есть, это были довольно примитивные магнитные компасы, тем более, что эти самолеты американцы не упускали далеко в море. Но, к сожалению, вот еще, значит, такое обстоятельство знакомства с техническими характеристиками этих самолетов показывает, что такой самолет, совершивший вынужденную посадку в море, может держаться на плаву не более двух минут. Ну, и может быть, не двух минут, но, во всяком случае, он не приспособлен к этому. Но дело в общем, что это же планетарное явление, крупная магнитная буря. И более того, она обычно происходит в северных широтах. Так что, даже если такая вещь наблюдалась, причем здесь район Бермудского треугольника, наверное, эти бури в северных широтах, где-нибудь, положим, в Новой Земле, или же при Поляре, была бы в десятки раз больше и более страшный, чем в экваториальных районах. Как раз такие явления очень редко распространяются на экваториальных районах. В экваториальных районах есть свои неприятности. Да. Смерчи, там, ураганы, которые зарождаются в этой области. Но как раз магнитные бури очень редки бывают в этом районе. Как это связать с тем, что здесь происходит? Зачем нам придумывать специально такую вещь и связывать, это главное, с Бермудским треугольником? Если такая магнитная буря произошла, я готов признать в своем деле, Бермудский треугольник тут ни при чем, потому что весь земной шар будет охвачен крупной магнитной бурей. Вопрос предельно ясен, Сергей Петрович. Во всяком случае, эпизод с заблудившимися самолетами, как следовало из перехваченных радиосообщений, он, собственно, все-таки мог быть, может объясняться выходом из строя курса указателей. Но может объясняться и другим, другой причиной. Может объясняться, скажем, изменением характера атмосферного электричества, то есть повышением напряжения, скажем, на метр высоты. Вот, каким-то образом, скажем, уплотнением верхних слоев ионосферы, вот, между верхними слоями ионосферы и поверхностью Земли существует какой-то потенциал, так сказать так, и, скажем, увеличением этого потенциала за счет перемещения этих слоев. Тогда, скажем, на плоскостях этих самолетов могут возникать и концентрироваться электрические разряды, которые наблюдаются в виде свечения. Такие свидетельства летчиков тоже существуют. В частности, один пилот американского лайнера Чак Уэкли об этом свидетельствует, когда крылью, как бы, горели, так сказать, окруженные атмосферным электричеством. Вот, и это явление тоже может вывести из строя курса указателей, и самолеты просто-напросто могут заблудиться. Ну хорошо, Владимир Георгиевич, ну вот разбираясь с этими самолетами, давайте, может быть, все-таки подведем черту под это дело. Все-таки и анализ, который опубликован, и анализ, который вот приведен нами вместе с Галаем, заставляет нас считать, что в основе этой истории лежит стечение обстоятельств и неспособность людей справиться в таких экстремальных условиях с управлением самолетов. И все. То есть обычный человеческий фактор? Обычные человеческие географические факторы. Надо ли нам привлекать что-то дополнительное для объяснения такого дела? Мы можем привлечь, так сказать, а почему бы и нет? Ну, во всяком случае, вот и с такой точки зрения, так сказать, и с точки зрения уважаемого товарища Галая так тоже можно согласиться. Ну хорошо, давай с стороны это, может быть, кончим обсуждение этого вопроса, а сейчас все-таки послушаем, что могут сказать наши летчики, которые летали в этом районе, с которыми взял интервью наш корреспондент. Я недавно вернулся из рейса из Гавана в Москву и примерно 250-й раз пересек этот Бермудский треугольник. Ну, что можно сказать по этому поводу? Мы с большим вниманием читаем то, что пишется о явлениях в этом треугольнике. Для нас это, безусловно, представляет очень большой интерес, так как наша профессия заставляет изучать погоду во многих районах мира, где нам приходится летать. И, естественно, мы с большим вниманием относимся к погоде Бермудского треугольника. Ну, что можно из своих личных впечатлений? Погода в Бермудском треугольнике бывает довольно сложной для выполнения полетов. Что же вызывает сложность? Сложность вызывает большое количество атмосферной и частой явлений атмосферных фронтов, которые сопровожаются интенсивной грозовой деятельностью, интенсивным обледенением, интенсивной болтанкой, которая, так сказать, ощущается экипажем и, естественно, пассажирами. Но для того, чтобы не подвергать риску полет и пассажиров, нами принимаются такие меры, которые позволяют нам обходить опасные районы, районы с опасной погодой. На этот счет у нас есть несколько маршрутов, но в частности при полетах из Москвы через Рабат на Гавану есть три маршрута через Атлантику, которые позволяют обходить эти опасные районы и выполнить полет по краям этого Бермудского треугольника. Ну, что касается загадочных явлений там происходящих, ну, по этому поводу, очевидно, я ничего не могу сказать. Я только могу сказать то, что этот район характерен вообще для всех тропиков на земном шаре. Ну, а в тропиках, как известно, бывают очень частыми ураганы, которым присваиваются нежные женские имена, но которые представляют очень большую силу и большую опасность для выполнения полетов. Вот в полете, который я недавно завершил, прибыв в Москву, мне приходилось своим экипажем обойти очень опасный район, в котором именно в Бермудском треугольнике находился ураган, который отчетливо просматривался на экране радиолокатора и даже с тем глазом бури, о котором еще не очень много написано. Полеты через Бермудский треугольник, как правило, проходят на большой высоте, до 12 тысяч метров. Эта высота позволяет также миновать эти опасные районы, опасные с точки зрения металлогических явлений, на большой высоте. И то, что делается внизу, мы, конечно, порой не можем рассмотреть, поскольку вес этот район бывает часто закрыт облачностью. Что касается написанного по этому поводу о загадочных явлениях, я думаю, что это дело науки, наука со временем в этом разберется и даст соответствующие рекомендации морским и воздушным судам. Ну, с моей точки зрения, те наши мероприятия, которые проводятся гражданской авиацией, позволяют продолжать безопасно полеты через этот район, и мы, я надеюсь, также не будем подвергать риску ни воздушные корабли, ни пассажиров, которые на них летают. Мне очень часто приходилось летать через район, который называется Бермудским треугольником. ни я, ни мои коллеги, штурманы никогда не встречались с какими-то особыми явлениями в этом районе. Вообще, при полете через Атлантику приходится встречаться с сильнейшими грозами, с сильнейшими ветрами. Например, в районе Бермудского треугольника мне приходилось встречаться с ветрами до 300 километров в час. Конечно, это в какой-то степени затрудняет полет и фронтальные разделы затрудняют полет, но у нас на борту замечательные навигационные системы, которые позволяют нам спокойно обходить эти опасные метеорологические явления. Ну что же, это довольно убедительное свидетельство наших летчиков, которые, пожалуй, подтверждают, что действительно район, как всякий тропический район, сложный, но навряд ли нам надо привлекать специально какие-то такие неизвестные науки, агенты для объяснения этого дела. Понимаете, все-таки мне бы хотелось здесь сказать, что каждый раз, когда мы все-таки привлекаем какие-то новые факты, мы должны для этого иметь очень серьезные основания. но вот есть такое явление, как в вашей статье сказано о том, что там происходят скачки времени. Что вы можете по этому поводу сказать? Сергей Петрович, это очень сложный вопрос. Я пытался разобраться в нем с помощью специальной теории относительности. А в чем факты заключаются? Факты заключаются в том, что аэродромная служба на полуострове Флорида ждала прибытия пассажирского лайнера, зацепилась, если можно так выразиться, за него радиолокатором, было произведено перед этим с лечением времени на летящем самолете и на часах аэродромной службы, время совпадало, и вдруг на 10 минут с экрана радиолокатора, вопреки ожиданиям, когда цель должна была просматриваться все более четче, поскольку она идет к аэродрому, на экране наземного аэродрома радиолокатора цель исчезла, затем вновь появилась, и когда посадка благополучно завершилась, оказалось, что отмечено расхождение часов самолетных, бортовых, с часами аэродромной службы на 10 минут, часы пилотов и часы самолета отставали на 10 минут, даже там такое впечатление было, что они просто-напросто куда-то исчезли на эти самые 10 минут, вопрос сложный, факт единичный, он нигде многократно не подтверждался, во всяком случае, если проводить строгий анализ по Эйнштейну, то эту теорию можно было бы как-то притянуть, притянуть, так сказать, другого пока объяснения нет, но я считаю, что вопрос настолько сложный и факты непроверенные, что, скажем, больше того, что вот мы сейчас с вами сказали, сказать, пожалуй, и нельзя, то есть сейчас вот членораздельно, так сказать, не углубляясь в теорию относительности, этот факт вряд ли поддается объяснению. Ну, мне кажется, сейчас нам было бы трудно дальше входить в анализ этого дела, мне только хотелось бы отметить, что если мы используем аппарат тех или иных физических теорий, то это теория количественная, и оценки должны даваться в количественной мере, просто так притягивать понятия, потому что они как будто бы могут что-то объяснить, мне кажется, по меньшей мере некорректно по отношению к нашим слушателям, тем более, если бы популяризирует это дело перед массовой аудиторией, то в том или иной степени должна верить тому, что вы говорите. Но, может быть, сейчас мы покончим со случаями авиационными и обратимся опять к морским вещам, и вот при подготовке этой передачи мы попросили наших корреспондентов поговорить с моряками, которые плавали в этом районе, пускай они расскажут о том, с какими им приходилось там сталкиваться впечатлениями. в качестве корреспондента газеты «Красная звезда» на различных кораблях советского военно-морского флота мне пришлось не раз побывать в Саргасово море, где как раз и находится так называемый Бермудский треугольник. Ну, это каждый раз были визиты наших кораблей в разные страны Латинской Америки. Ну, скажу, что еще до того, как я впервые попал в это Саргасово море, оно привлекало к себе внимание. Ну, чем? Ну, во-первых, его первая необычность то, что это море без берегов. Второе, каждому, наверное, с детства известно, что там встречается очень много водорослей, Саргасов. Собственно, они и дали название Саргасово море. В-третьих, столетиями было неизвестно, где рождаются, как размножаются речные угли. И вот только в 20-х годах нашего столетия выяснилось, что речные угли, которые встречаются вот на побережье Балтийского моря в реках, как раз вот и размножаются в Саргасово море. Ну, еще одна Бермудские острова, вершина этого, Бермудского треугольника. Некоторые считают, что это осколок Атлантиды, о котором идет много разговоров. Ну и, наконец, сам Бермудский треугольник, о котором в последнее время очень много всяких разговоров. И вот первая моя встреча с Саргасово море. Отряд кораблей под флагом вице-адмирала Соколана в 1969 году направлялся с дружественным визитом на Кубу. Ну что, что мы встретили в этом Саргасово море? Ну, прежде всего, необычайно высокая температура. Температура заборной воды была плюс 32 градуса. Штиль, как называют моряки, мертвый штиль. Ничего не шелохнется, тишина необыкновенная. Масса водорослей Саргасов. Это кустики такие бурого цвета, похожие на наше перекати-поле. Чем они были необычны вот для меня, например, то, что они были в каком-то строгом порядке плыли по морю. Ровные линии через равные промежутки от горизонта до горизонта вытянутая линия. Вот. Ну, что еще там был ночью? Ночь была такой же душной и жаркой, как и день. Но раз за разом вспыхивали эти молчаливые зорницы. Для меня, Геннадий Александрович, это тоже была первая встреча с Саргасовым морем. Вместе мы плыли. Да. Николай Иванович как раз служил на ракетном крейсере Грозный, вот на котором мы сейчас находимся, который и шел с дружественным визитом на Кобо. Мне, как моряку, конечно, пришлось изучать это дело более детально и подробно. Тем более, сейчас на земном шаре таких треугольников осталось мало. Для древних их было много, для нас остался Бермудский, Дьявольский, еще, наверное, найдутся. Но, тем не менее, этот вопрос очень нас интересовал и с профессиональной точки зрения, и с тех позиций, о которых вы сейчас сказали. Наличие больших глубин с одной стороны Багамская Отмель, наличие сильных течений. Предполагает, что в этом районе должен плавать человек опытный, моряк, который следит внимательно за обстановкой. Кроме того, в этом же районе характерными являются и другие явления, в частности, сложность радиосвязи. Я не говорю о радиосвязи на мощных станциях, которыми оснащены наши военные корабли. Очевидно, на малых судах, на судах коммерческого плана, на устаревших судах радиостанции это будет послабее наших. Отсюда сложность связи. Причем, что интересным является, что в одних районах связь, особенно на дальних радиолиниях, становится слабой, в то время, как рядом буквально 150-200 миллиметров связь нормально устанавливается. И такая аномалия существует именно в этом же районе, о котором мы говорим. Наличие всех этих противоречивых явлений, неожиданность в изменении погоды, даже лучшее время года, я имею в виду летние месяцы, требует очень внимательно изучения этого района, ну, а мореплавателя очень внимательно плавали. Известно, что море, корабль, человек, то всегда были и в дружбе с одной стороны, и в борьбе между собой. И, конечно, борьба на современном корабле, она существует, она не такая, как и была раньше, но она существует. Начинается она в конструкцию бюро, продолжается на ходовых, командирских мостиках, конечно, конструкция корабля, грамотность, экипажа, подготовка капитана, командира корабля, они во многом определяют безопасность плавания, и чем меньше судно, чем устарелой, устарелой является, более устарелой является конструкция, тем сложнее управлять таким судном. Многое зависит от подготовки экипажа. Ну что же, это интересный рассказ моряков. Может быть, сейчас было бы уместно показать карту Атлантического океана, несколько необычную, а карту его подводного рельефа, то есть, как выглядел бы Атлантический океан, если из него спустить всю воду, и кроме этого еще сильно подчеркнуть рельеф, для того, чтобы было бы видеть. Вот такая карта у меня сейчас в руках. И вот этот район Бермуды, вот это Флоридский полуостров, Бермудские острова, Паганские острова, здесь, кстати, расположена глубочайшая, наибольшая глубина, около 9000 метров в Атлантическом океане. Это не самая большая глубина на земном шаре, но самая большая глубина в бассейне Атлантического океана. Пуаторико. Да. Вот здесь как раз виден серединный Атлантический хребет, одно из крупных географических открытий нашего времени. Исследования, в которых принимали участие также и наши корабли. Здесь мне было очень приятно обнаружить, что есть подводная гора Крылова. А вот этот район Багавский треугольник вот здесь, он, кстати, менее изрезанный. Здесь имеется большая такая глубина, подводная глубина Гатераса. А Горш-стрим начинается, течет вот... Не так давно, на днях буквально, вышло из американского порта Бостон наше исследовательское судно Академик Вернацкий. На борту этого судна находится кроме наших советских исследователей находятся американские ученые. Им предстоит работать по так называемой программе полимоде, которая предназначена для того, чтобы узнать, что же происходит в океане. То есть исследовать динамику морских течений. Ну, казалось бы, эти течения в океане исследуются давным-давно, но тем не менее еще нам мировой океан продолжает задавать загадки. И в этом районе очень сложная система течений. Здесь выходит течение из пролива, гольфстрим зарождается, здесь флоридское течение, антилагвианское течение, и, конечно, этот узел, клубок таких течений разнонаправленных. Это я говорил только о поверхностных течениях, но и по глубине тоже воды движутся в разные стороны. Поэтому здесь очень сложная, сложная с точки зрения динамики район, который сейчас будет изучаться. В частности, вот наша экспедиция на Вернадском как раз и будет работать в этом районе. Ну, а что касается загадки самого Бермудского треугольника, то здесь пока еще никогда не было с точки зрения гидрологии чего-то такого необычного. Приходилось и нашим экспедициям здесь плавать, пересекать этот район. Ничего специфического мы не замечали. Это не значит, что действительно можно полностью зачеркнуть проблему Бермудского треугольника. Возможно, просто мы что-то еще не знаем. Интерес к Бермудскому треугольнику в последнее время снова возрос. Но это связано с тем, что американские космонавты проводили измерения уровня в этом районе и получили такие невероятные, я бы сказал, результаты. Дело в том, что по утверждению этих космонавтов здесь, в этом районе уровень моря ниже на 25 метров, чем в окружающей среде. Ну, это, так сказать, цифра, которая требует дальнейших исследований. Вот, и, насколько я знаю, предполагается поставить на дальнейшем спутнике американском более точную аппаратуру, которая позволит получить более достоверный данный. К сожалению, получается так, что часто здесь собираются как бы сверхъестественные силы сюда привлечь. Как вы к этому относитесь? Сергей Петрович, значит, в западной печати иногда все вот эти инциденты приписывают вмешательству инопланетного разума. Есть у нас основания для этого? Для того, чтобы, значит, никто не видел никогда, так сказать, этого явления, это только предположение, и поэтому... Вот летающие тарелки, говорят о них? Ну, летающие тарелки, о них говорят, так сказать, но никто не видел, скажем, что летающая тарелка ухватила корабль, так сказать, и потащила его с собой. Только этого еще не хватало. только действительно, так сказать, так. Поэтому мы должны исключить этот фактор и объяснять, значит, только нашими чисто земными понятиями, ну, например, так, как я объяснил исчезновение судов. Второй элемент, значит, это корабли без экипажа, которые встречаются и дрейфуют. Да, значит, здесь, вот по свидетельству, значит, очевидцев, которые... Да, очевидцев не будет уже? Нет, которые поднимались на палубу этих кораблей, значит, обнаруживалось, что корабли оставлялись в исправности, не хватало только судовых шлюпок, что, значит, они покидались в спешке, что обычно с собой брались мореходные инструменты, секстан, например, для того, чтобы... Это наиболее дорогое, что можно унести с корабля? Нет, 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 это просто, это не наиболее дорогое, это корабля можно унести, так сказать, там, корабельные деньги, и так далее, и так далее, и другое имущество. Сектан, это недорогой прибор сейчас, в наше время. Но, во всяком случае, значит, приборы для определения места корабля в море. То есть, все это, значит, происходило осмысленно, но под влиянием какой-то причины. Вот, говоря вот об этой причине, я хотел бы сразу коснуться и третьей градации. Встречаются довольно редко корабли с мертвым экипажем. Прямо как по, так сказать, мановению волшебной палочки в самых различных позах. Вот, заставали погибших следов команды с выражением ужаса на лице и так далее, и так далее. И вот здесь мне хочется привлечь к объяснению инфразвук. Мы отсчет, вот, инфразвука в нашем понимании ведем от 1932 года от академика Шулейкина, который доказал, что даже при штилевой погоде, при штилевой погоде, значит, можно уловить движение воздушных масс на частоте 6 Гц, 6 колебаний в секунду, которые он назвал голосом моря и даже предложил использовать для предсказания штормовой погоды и ураганов. Хорошо, но как это связать с погибшими кораблями, погибшими экипажами? Экспериментальным путем в лабораторных условиях установлено, что инфразвук на частоте 6 Гц, 7 Гц, слабый инфразвук, слабого звукового давления, способен вызвать, ну, дискомфорт, так сказать, у человека, угнетенное или беспокойное психологическое состояние, морскую болезнь. Инфразвук средней силы, будем так говорить, он может вызвать слепоту, привести к головокружению обмороком, а инфразвук вибрационная болезнь, которая возникает, положим у трактористов, вот этой вот трясучки. Совершенно верно. Вибрации машины, это хорошо известное вредное явление. Но как же связать это дело с погибшими экипажами? Сейчас, и еще одну минуточку. А опытами французского профессора Гавро на животных показано, что инфразвук значительной силы смертелен. И, видимо, здесь можно применить такое объяснение. На каких животных он экспериментирует? Он на морских свинках, на кроликах и на обезьянах. Несчастные обезьяны, как всегда, они выступают конечным звеном в таких опытах. Значит, можно применить такое объяснение. Где-то, в каком-то месте, перед зарождением урагана, природа генерирует инфразвук, который приходит в район, где находятся корабли с экипажем. Экипажи подвергаются влиянию инфразвука, наступают психические расстройства, чувство беспокойства. А еще, если, допустим, мачты корабля, рангового такелаж начинают вибрировать в резонанс с пришедшей инфразвуковой частотой, то, конечно, экипаж может поддаться панике и покинуть корабль в этих условиях. Ну, хорошо, это я понимаю, что такую теорию можно выгнать, но на, положим, 100 случаев, когда это приводило бы к катастрофе, у вас, наверное, должно было быть... на один случай, когда это приводило к катастрофе, наверное, у вас должно быть 90 случаев, когда такие явления наблюдались, но в то же время они проходили через этот кризис, а потом все происходило. Но, однако, таких вещей, как мне известно, в морской практике не было. Такой легенды нет? Сергей Петрович, по данным... А вы сразу приводите это, скажем, как факт доказательства вот таких катастрофических явлений. По данным английского журнала Lancet 1973 года, анализировавшим результаты трансатлантических яхтенных... трансатлантической яхтенной гонки в 1973 году на 52 участниках. Значит, там велись психологические карты и показано, что неоднократно вот в подобных условиях у этих людей начинались галлюцинации, вот дискомфортное состояние, неудобное состояние, вот, и просто-напросто какие-то необъяснимые силы, они... Но они связаны с инфразвуками? Да, как раз это было в предштормовой обстановке. А какие... Знать, опять-таки, мы же должны иметь не предштормовую установку, а мы должны были бы иметь какие-то регистраторы этих самых инфразвуков. Это был бы корректный опыт. А так это некорректное же наблюдение. Вы же должны понимать, что это могло происходить, это мы знаем. Вот, положим, в книжке про Бермудский треугольник есть случай про одну яхту, которая принимала участие в кругосветном путешествии. И потом эту яхту без человека нашли посередине моря. Это приписывали Бермудскому треугольнику, и в литературе о Бермудском треугольнике относятся за счет этого дела. Однако это, во-первых, случилось не в Бермудском треугольнике, а посреди Атлантического океана, даже ближе к Азорским островам. И потом было выяснилось, что просто этот человек, я не буду сейчас создавать сложную эту историю, просто сошел с ума и вместе со своим хронометром припрыгнул за борт этого корабля. И трудно думать, что этому виновен был бы инфразвук. Да, к примеру также поступил Дэвид Маркхоу, вспомните, мы об этом читали в неделе, так сказать, вот такой был случай. Сергей Петрович, дело в чему это именно инфразвук. Люди действительно вот от одиночества иногда, от сложных условий плавания, вот нам моряки очень хорошо рассказывали, какая там страшная жара и абсолютный штиль представляет в себе яхт, впадает в область такой страшной жары и абсолютного штиль. Это очень тоскливо. Причем тут инфразвук. Сергей Петрович, это опять-таки гипотетическое объяснение, которое нас заставляет все-таки считать, что рано или поздно проблемой Бермудского треугольника, проблемой, связанной со всеми этими явлениями, займется более серьезно целенаправленно какие-то научные коллективы, так сказать. Вот это вы сказали сейчас очень хорошие слова и давайте может быть будем придерживаться вот такой вот какой-то конструктивной позиции. Всегда ли нам надо прибегать к таким совершенно революционным представлениям для объяснения тех или иных явлений, когда часто самые необычные вещи можно объяснить на основании известных законов механики. Вот мы сегодня говорили о явлении инфразвука, о вибрациях, а вот в истории авиации было такое явление флаттер, которое приводило к тому, что самолеты рассыпались в воздухе, как будто бы натыкались на невидимую силу. И вот как раз когда у нас был разговор с нашим летчиком Маклазовичем Галаем, мы с ним разобрали историю познания флаттера. Я могу привести примеры хотя бы из истории той же авиации. Да, Ну вот смотрите, например, вот в начале тридцатых годов Когда вы начинали летать? Да, когда начинали летать. Мировую печать обошло сообщение о том, что над Сахарой потерпел катастрофу самолет Савоя С-64. Причем самолет этот просто, ну как говорится, на мелкие кусочки был разрушен в воздухе. Причем это ведь всегда можно совершенно точно установить, потому что когда очень большой разброс этих самых обломков, то совершенно ясно, что все это так сказать развалилось в воздухе. И потом распространилось над большой территорией. Это было началом. Причем все свидетели этих катастроф, они не сговариваясь употребляли выражение взрыв. Потому что им казалось, что иначе невозможно. Были свидетели, видели, что вот летит спокойно в небе самолет, ничто не предвещает никаких неприятностей, и вдруг какой-то удар, и вот летят только его обломки. Знаете, такой шар из обломков летит. Все происходит мгновение. Да, все происходит совершенно мгновенно. Больше того, появились и свидетельства очевидцев с бортов этих самолетов, которые тоже рассказывали также, что вот они летели, все было тихо, спокойно, вдруг какой-то удар, рвок, бросок, самолет разваливается, и значит этот очевидец принадлежал к числу тех немногих удачников, которым удалось раскрыть парашют и таким образом спастись. Потом начались какие-то сомнения, какой же это взрыв, когда все эти обломки, они не опалены. Теперь наблюдатели тоже не видели вспышки огня, то есть того, что обычно сопутствует взрыву. Тут-то и придумать нечистую силу. Тут для нечистой силы просто самое подходящее поле деятельности, но, как выяснилось, довольно скоро, и нужно сказать, что в выяснении этого всего дела большую роль сыграли в частности и наши советские ученые, в частности Мстислав Селыч Келдыш, Евгений Павлович Гроссман на непокойной. Выяснилось, что это вибрации особого вида, вибрации, которые были названы флятором, ну, от слова трепетать, это английское слово, и это вибрации, которые развиваются настолько быстро, что ощущение действительно мгновенного взрыва. Вот от начала этих вибраций до разрушения самолета какие-то считанные секунды. Разобрались, в чем тут дело, поставили целый ряд экспериментов, целый ряд теоретических исследований, разработали, явления. Поняли, ну, поняли физику явления. Ну, после того, как физика явления понята, следующий шаг это разработка методики, расчета. В общем, с тех пор флятора больше нет. Ну, вот это, пожалуй, последняя история, которой мне хотелось бы как-то заключить в сегодняшний наш рассказ. Мы вышли уже за пределы первоначальной проблемы, первоначальной проблемы Бермудского треугольника. И по существу в наших передачах и раньше мы всегда пытались рассказать о том, как вот невероятные вещи превращаются в очевидные факты науки, в очевидные факты нашего научного мировоззрения. Это путь сложный, и путь познания природы начинается с наблюдений, тем, что мы должны увидеть нечто необычное, умение развивать наблюдательность, привлекать как-то необычные факты, обращать на них внимание. Это ценнейшее свойство исследователя. Здесь ему сильно помогает фантазия, умение оторваться от привычных представлений, умение построить то, что мы называем гипотезой. Гипотеза занимает важное место в науке. Это есть первый шаг к объяснению тех или иных явлений. Однако, строя гипотезу, мы уже должны опираться на достаточно широкий круг представлений. Мне кажется, что не все гипотезы, о которых шла сегодня речь, удовлетворяют таким требованиям. Более того, когда мы принимаем гипотезу, мы должны быть очень сильно убеждены в том, что она действительно единственная, возможно, правильная. От нее идет поиск новых фактов, новых возможностей. И по существу очень важна даже не столько гипотеза, сколько рабочая гипотеза. То есть некий исходный комплекс предположений, исходя из которых мы можем начать двигаться вперед к новым фактам и новым наблюдениям. Тем, чтобы затем они превратились уже в непротиворечивые теории, которые действительно лежат уже в основе нашего миропонимания и имеют достаточно окончательный смысл. Хотя и те же самые теории, которые на каком-то этапе нашего опознания казались незыбными, тоже могут подвергнуть изменению, дальнейшему обобщению на основе новых экспериментальных фактов. Таково идет познание мира. И мне бы хотелось, чтобы, может быть, из сегодняшнего разговора о Бермудском треугольнике, где оказались привлеченными к рассмотрению явления из геофизики, из материологии, из космической физики, даже геологии, и чтобы на основании вот такой картины анализа того, что мы называем комплексным явлением. Кстати, вот такие комплексные проблемы, они очень характерны для современной науки, чтобы вот из них было бы ясно, что нам далеко не всегда надо сразу для того, чтобы объяснить многие часто сложные факторы, придумывать одну какую-то новую гипотезу, которая уже слишком много ломает. Если мы что-то ломаем, то мы должны делать это с величайшей осторожностью и привлекать для этого максимум фактов и максимум точных количественных наблюдений, на которых по существу основано все современное естествознание. На этом, я думаю, мы закончим сегодняшнюю передачу. И хотелось бы вас поблагодарить за участие в ней, хотя я понимаю, что мы не во всем с вами согласны в том, что мы здесь сегодня рассматривали, но в конце концов наука основана на неком поиске, на неком споре. Если сегодня нам удалось как-то показать разные точки зрения на эти проблемы, то я думаю, что, может быть, мы помогли нашим читателям разобраться загадкой Дурмутского треугольника. Несомнение. Субтитры создавал DimaTorzok